Всем привет! С вами канал Космостар. Замечательный советский актер Петр Вильяминов достаточно поздно пришел в кинематограф. Но первая же роль Захара Большакова в культовой ленте «Тени исчезают в полдень» принесла ему успех. В его судьбе было много испытаний. Из-за несправедливости и отчаяния даже хотел добровольно уйти из жизни. Будущий актер появился на свет 7 декабря 1926 года в Москве в семье потомственных дворян. Среди предков его матери были польские аристократы, а отец происходил из древнего генеральского рода, перед революцией окончил Павловское военное училище. А затем вступил в Красную армию и входил в состав высшего командования. Годы репрессии оказались неблагосклонны к выпускнику Царской военной академии, его сослали на стройку Беломорканала, но спустя 4 года глава семейства смог вернуться к родным. О детских годах, проведенных в столице, Петр Вельминов всегда вспоминал с особой теплотой, в их доме царила атмосфера уюта, любви и взаимопонимания. Привычный уклад жизни разрушила война. Отец, в первых рядах ушел добровольцем на фронт, причем служил простым рядовым, ведь всех званий и наград его лишили. Однако уже в 1944 году его вновь арестовали и отправили в лагеря. На этот раз пострадала вся семья, 16-летнего Петра, который едва окончил школу, обвинили в участии в антисоветской деятельности и приговорили к исправительным работам под Архангельском. Уже в лагере юношу застала весть об аресте матери. Удары судьбы оказались слишком болезненными для неокрепшего ума, Петр решил, что жить ему больше незачем и попытался вскрыть себе вены. К счастью, попытка оказалась неудачной и его удалось спасти. А впереди его ждало еще больше испытаний. Из-за нечеловеческих условий работы и невыносимого стресса юный организм таял на глазах. Вскоре Петр уже не мог нормально существовать, его вес упал до критических 47 килограммов, когда молодого человека наконец отправили на лечение в лазарет. Здесь ему впервые повезло, медсестрой оказалась добрая женщина из Москвы, с дочерью которой Вильяминов учился в одной школе. Она выходила парня, так что тот сумел восстановиться и накопить силы. Вскоре ему выпал шанс стать музыкантом в лагерном оркестре, в свое время Петр учился в музыкальной школе по классу скрипки, так что опыт у него имелся. В общей сложности Вильяминов провел в лагерях долгие 9 лет и 9 дней, а впоследствии из заключения освободили и его родителей. Петр вышел на свободу в 26 лет, но перспективы на будущее открывались не слишком радужные, селиться в крупных городах ему было запрещено. Да и устроиться на работу, имея за плечами судимость, оказалось совсем непросто. Три года он работал на Лесоповале под Абаканом, одновременно играя в местном театре. Здесь он впервые вышел на сцену в образе Максима Кошкина в постановке «Любови Яровой». После успешного дебюта Петр Вильяминов долго не мог найти то место, которое стало был для него вторым домом. Он успел поработать в театрах Дзержинска, Новочеркасска, Чебоксар, Иваново, Перми, пока наконец не обосновался в Свердловске. Именно здесь талантливого самородка заметили столичные режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский и пригласили его сыграть председателя колхоза Захара Большакова в многосерийной ленте. Тени исчезают в полдень. Вильяминов блестяще использовал представившийся ему шанс и так убедительно вжился в образ, что зрители и не подозревали, что он потомственный столичный дворянин. Лента имела огромный успех, а 46-летний актер моментально прославился на всю страну. В одночасье став звездой, Петр Вильяминов смог наконец вернуться в Москву и воссоединиться с семьей. Его приняли в труппу современника, а режиссеры буквально засыпали актера новыми предложениями о съемках. Следом вышли картины «Командир счастливой щуки», «Вечный зов», «Пираты XX века», «Возвращение резидента», которые сделали Вильяминова одним из самых популярных советских актеров своего времени. За ним закрепилось амплуа настоящего мужчины, благородного, отважного, порядочного. В середине 80-х Вильяминов был полностью реабилитирован и получил звание народного артиста. В личной жизни популярного актера было не меньше крутых виражей, чем в его творческой биографии. Впервые он женился на актрисе Людмиле Нюхаловой, с которой познакомился в Абакане. Петр как родных принял ее детей от первого брака, а вскоре у них родилась общая дочь Екатерина. Однако спустя несколько лет супруги приняли решение развестись и Людмила уехала с детьми в Омск. Вторую жену Петр Вильяминов встретил в Дзержинске, актриса Галина Гришина, подарила ему сына Сергея и дочь Ирину. Официально они были вместе 8 лет, правда Галина все это время оставалась дома с детьми, а Петр успел поездить по всей стране. Когда на волне популярности актера пригласили в Москву, он забрал с собой сына, а жена отказалась переезжать и осталась в Дзержинске с дочкой. В столице у Вильяминова случился краткосрочный третий брак с актрисой Галиной Добровольской. Вскоре он в четвертый раз отправился в ЗАГС с художницей Еленой Маневич. Эти отношения оказались более долговечными, Петр усыновил сына супруги от предыдущего брака Мишу и, казалось, окончательно остепенился. Однако спустя 10 лет Елена узнала об измене. На съемках в Ленинграде 58-летний актер буквально потерял голову от 27-летней работницы банка Татьяны Танаковой. Несмотря на большую разницу в возрасте, пара оказалась очень гармоничной. Супруги сумели найти полное взаимопонимание и прожили вместе 30 счастливых лет. Лишь об одном они вспоминали с сожалением, что судьба не дала им общих детей. В браке Татьяна пережила одну неудачную беременность и потеряла ребенка на позднем сроке. Несколько поколений предков Петра Вельминова были масонами. В середине 90-х актер и сам вступил в петербургскую масонскую ложу. За годы членства он дошел до второй степени – подмастерья. Его последнее появление на экране состоялось в 2007 году в биографической ленте об Ане Ахматовой «Луна в зените», где он предстал в образе художника Бориса Анрепа. На момент съемок актер уже страдал болезнью Паркинсона, которая впоследствии лишь прогрессировала. Петр Вельеминов скончался на 83-м году жизни 14 июня 2009 года от пневмонии. Актер похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.